В вузах сухопутных войск России будут обучаться индийские курсанты, ВПК, НЕЙМ, БМП-2ВС Индии. Источник, Перископ-2. Также у индейцев большой интерес вызвала идея довузовского обучения в Суворовских и Кадетских училищах Москва, 27 февраля. Слеж тасс слеж. Около сотни индийских курсантов уже с 2015 года смогут обучаться в вузах сухопутных войск. Об этом в пятницу заявил главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков. Мы подписали в Индии соглашение, которое предусматривает уже в этом году обучение до 80 курсантов из Индии в наших вузах. Кроме того, они выразили желание приглашать наших преподавателей в Индию. Это позволит охватить максимальное количество учебных тем и удешевить процесс, отметил генерал. Он напомнил, что первый за многие годы визит командования сухопутных войск РФ в Индию проходил с 16 по 19 февраля. Большой интерес у индейцев вызвала идея довузовского обучения в Суворовских и Кадетских училищах. По словам Салюкова, эта тема сложная, но интересная. Наш визит был плановым. Мы поехали туда через месяц после визита министра обороны РФ. Практически по всем задачам, которые он поставил, уже начата работа. Это касается, например, обмена делегациями на всех уровнях. Индийские партнеры заинтересованы обмениваться делегациями не только на уровне штабов, но и на уровне тактического звена, сказал Салюков. Генерал пояснил, что группа командиров взводов может прибыть из России в Индию и какое-то время там поработать. В свою очередь, группа индийских специалистов прибывает в российские войска. У них много нашей техники, поэтому такой обмен полезен не только как подготовка к совместным учениям, но и в практическом плане, для выполнения ежедневных задач, отметил генерал. Говоря о совместных учениях, главком напомнил, что в этом году на территории Индии пройдут российско-индийские учения Индра. Также индийцы крайне заинтересованы в участии в армейских играх. В ближайшее время будет создана группа для решения вопросов по Индре. Обсудим, сколько человек с каждой стороны будут участвовать, примем различные решения по регламенту состязаний, добавил он. По словам Солюкова, российско-индийское военное сотрудничество приобретает новый импульс. 27.02.2015 Право на данный материал принадлежат и Тартас. Материал был размещен правообладателем в открытом доступе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова